ОСАГО в СБЕРе с выгодой до 70 процентов Выбирайте полис онлайн или в офисах СБЕРа Больше не нужно ждать знаков Оформите ОСАГО в СБЕРе по выгодной цене Друзья, всем привет! Прямо сейчас мы поговорим про автомобили У меня для вас есть один вопрос и один вариант ответа на него Что купить сегодня за полтора-два миллиона рублей Чтобы это было практично, это было надежно, это было проверено временем И это не был китаец И у меня для вас есть один из вариантов ответа Знакомьтесь Хонда Фрид минивэн Вот этот автомобиль человек купил в прошлом году Он на нем уже проехал 5000 километров Сегодня мы с ним познакомимся, он нам про него расскажет Автомобиль 2019 года приехал он к нам из Японии Но покупал он его из наличия в Москве Покатался, посмотрел, выбрал три варианта Нанял себе подборщика и выбор пал именно на эту машину Цена автомобиля была 1 миллион 660 тысяч рублей за автомобиль С небольшим в принципе пробегом проверен автомобиль по кузову То есть не было никаких ДТП, вся история по автомобилю, ну как минимум владельцу ясна и прозрачно Вот эта машина в Японии очень популярна Это второе поколение, на секундочку, которое действительно стало более доработанное Единственный так называемый минус или для кого-то даже плюс этого автомобиля Что у него руль находится с правой стороны Автомобиль, можно сказать, народный Это нечто подобное, как вот у нас, помните, длительное время продавали такие машины, как Solaris, Kia Rio, Lada, Vesta, например, продается сейчас там в кузове универсал Соотношение цена-качество, нафаршированность, ну в целом вот доступный автомобиль для народа Вот что у японцев в принципе считается народным Это недорогая машина, но в ней есть все необходимые опции, в ней есть все необходимые системы безопасности Это гибридная версия, под капотом нас здесь встречает гибридный мотор Бензиновый идет объемом 1,5 литра на 110 лошадиных сил и электро на 22 киловатта Разгон 0,100 у этой версии порядка 13 секунд Хотя есть версии, где разгон заявляют от 10,5 секунд Японцы делают вещи, вы посмотрите На любой вкус, хочешь с полным приводом гибрид, хочешь с полным приводом не гибрид На вариаторе, на роботе здесь есть изобилие, есть из чего выбрать Комплектаций тоже идет большое разнообразие Средний расход топлива в условиях Москва-Московской области у человека составляет порядка 5-6 литров При том, что бак здесь на 36 литров, заправлять ее можно, ну в 95-м, там 95-й плюс Автомобиль идет в нашем случае с передним приводом Но у японцев, как обычно, все нафаршировано, есть ряд различных комплектаций Например, у нас нет третьего ряда сидений, но эта версия, например, вмещает в себя инвалидную коляску То есть, представляете, вот, например, у нас в стране или на европейском рынке Я, честно говоря, не встречал автомобиля, которые выходят с конвейера С мыслью о том, что, ну, может быть в семье инвалид И ты можешь купить версию, куда там помещается инвалидная коляска Но это круто Есть версии точно так же с полным приводом И тут, как обычно, начинается следующая история Что в полном приводе у тебя автомобиль по клиренсу будет повыше Полный привод, ну, вообще красотища Все это можно купить без проблем Любой каприз за ваши деньги Жирный плюс автомобиля в чем, что внешне он небольшой Ну, по вместительности, ну, вы посмотрите Обычно мы в автомобиль именно что садимся, там, падаем куда-то вниз Если это паркетник повыше Здесь ты в автомобиль просто-напросто заходишь Ты наступил Оп, ну, я просто высокий, у меня метр восемьдесят роз Пожалуйста, сел Место, ну, просто до хрена Более того, та же самая спинка, она чуть-чуть, да, откидывается То есть мы можем поставить там вот так вот, да Но можем развалиться И есть возможность даже пройти вперед за пассажирское сидение Вот вставайте туда, пожалуйста, отходите И я как бы перемещаюсь вперед И я уже здесь Ну, понимаете, вот такие мелочи, это как раз из серии Когда ты там куда-то в путешествиях едешь, остановился, пока сядут Ну, дети твои сзади Ты можешь без проблем проходить к ним Естественно, мы говорим с точки зрения всего разумного Не так, что вы едете там по трассе Вот эта машина, человек говорит, 180 разгоняется И в процессе езды ты там куда-то бегаешь назад Нет, конечно Но с точки зрения эксплуатации, вот так вот по салону, она просторная И вторая версия, вот второе поколение Она как раз в этом-то и отличается Что салон сами по себе сделали больше Вот, например, расстояние между пассажирской и водительским сидением Стало больше там на 50 миллиметров Казалось бы, ну что такое 50 миллиметров Но при эксплуатации это ощутимо Идем дальше Вот багажник, это тоже отдельная история Потому что здесь мог бы быть третий ряд сидений Естественно, третий ряд исключительно для детей Но хотя и на третьем ряду там точно так же откидывается чуть-чуть спинка Туда будет дополнительный проход Если заказать специализированную комплектацию Короче, у японца в этом плане все по-богатому Багажник, ну вы сейчас просто офигеете Вот смотри Смотри, какая крышка багажника Ты глянь Смотри, какое пространство То есть ты прям подходишь, что-нибудь тяжелое Опа, уже там Раз, водичку Она уже дома Ну здорово это Человек специально выбрал вот эту версию Потому что инвалидов нету Ну а ему для удобства багажник большой нужен Естественно, вот эту крышку Ее можно убрать, полку Когда третий ряд идет сиденье Ну естественно, вы должны понимать Что как такового багажника здесь уже не будет Но при этом Если мы посмотрим даже компоновки Я вам сейчас вывожу на экран То есть некоторые делали как Одно сиденье Оставляют, второго убирают То есть как багажник Пространство есть В общем, в этом плане Вот конкретно эта Honda Она очень даже универсальна И сам производитель заявлял Про этот автомобиль так Что Honda Freed Этот автомобиль На каждый день И на любой случай Надо тебе что-либо перевезти По хозяйству Сиденье разложил Либо убрал Пожалуйста Надо тебе всей семьей отправиться На какое-то расстояние Пожалуйста Она не будет сосать из тебя деньги Она надежная Проверенная временем машина То есть это не та тачка С которой ты ходишь И думаешь А что с ним можешь сломаться Как правило Про Honda Разговор всегда один простой Походит там Века Столетия Тысячелетия И так далее Заявленный пробег У автомобиля На данный момент 54 тысячи километров Вот обратите внимание Вот я как вспоминаю Рули Honda Вот это Просто мощная кожа Которая действительно Выдержит там 200 Не знаю 300 тысяч КМ Придолжим обслуживание Если ты естественно Не будешь ее натирать Пачкать Тереть ее кольцами Ну посмотри Руль как новый Ну реально В данном случае У нас мультимедиа Она естественно Доустановлена 40 тысяч рублей Человек потратил Ютуб Навигация Яндекс И прочая 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 история Все что нужно Все есть Подогрев передних сидений Климат контроль Как мы сказали Есть Из фишек Ну естественно Ты можешь дверьми Управлять С кнопочки Нажал Открылась Закрылась Система безопасности Здесь есть Круиз контроль Но он работает Не сели Там до полной остановки То есть в пробке Он начинает работать От 30 км Короче Вариант для трассы И соответственно В целом Вот у меня здесь Подлокотничек есть Ты уселся Посерединочке Встал на трассе И поехал В том числе и по городу Когда мы понимаем Что у нас сейчас Действительно Бешеный трафик С утра Ты едешь на работу Пробки Вечером ты едешь Пробки То есть без пробок Там вот так вот Погонять Это ну-ка Ночью Либо днем Но опять же Тут же Штрафы 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 То есть машина Для людей Размеренных Кому не нужны Понты Кому нужна Практичность Вместительность Пожалуйста Подчеркну Я всегда За объективность Естественно Если так вот Посмотреть Если вы Ростом там Метр девяносто два Если вы Такой крупненький Ну говоря по-русски Толстый Вам конечно Местами где-то Будет неудобно Но вот так вот Не так скажем Человеку Спортивного Телосложения Тоже не может Мне сейчас Ответить Сказать Да какой ты Спортивный Ты худощавый Спортивному Подкачанному Молодому Человеку Мне в автомобиле Максимально удобно Я сел И сижу Обалдею Есть фишки Различные Подойди поближе Подстаканничек На Да Поехал У тебя есть Столик Небольшой Раз Вот ребята говорят Ну заехал Так Положил картошечку Едешь Ешь Ну так вот К слову Здесь Ну ниша То есть в этом плане Как раз Когда его презентовали Этот автомобиль Сам производитель Рассказывал Что автомобиль Так продуман С точки зрения Много различных Карманчиков Потому что Вот эти машины Там да Используются кем Людями С семьей То есть универсальная Тачка Минивэн В общем Как вариант Тем кто правого руля Не боится Может быть это будет Как единственный Автомобиль В вашей семье Может быть Это будет Как второй автомобиль Из серии Там какие-то Семейные дела Решать Опять же Любому Мужчине Человек говорит Три недели Он поездил за рулем Вообще привык Уже все К правому рулю Я помню Катаясь на этих машинах Ну день-два Ну реально Быстро привыкаешь Местами это даже удобнее Но с точки зрения Парковки подъехал Ты выходишь Не на дорогу А сразу на тротуар Ваше мнение Вы выскажите В комментариях Давайте послушаем Почему Почему человек Который взял Свои деньги Миллион шестьсот шестьдесят Отнес вот За этот автомобиль А не купил Что-либо другое Знакомьтесь Игорь Игорь Очень интересная история Сам ты с Барнаулом В 2003 году С семьей Переезжает жить в Германию Прожил там Ребята Семь лет И в 2010 году Говорит Чао пока Немцы Я поехал в Москву И уезжаешь жить в Москву Да Все верно Годом ранее Ты покупаешь Этот автомобиль А до него У тебя был Опель Астра Аж 1999 года Выпуска На котором Ты приехал Из Барнаула В Москву Как вам такое начало Но сегодня Так сказать Будет о чем поговорить Ну давай начнем От обратного Даже интереснее послушать Вот семь лет в Германии Че А? В России-то лучше Или как? Да Ну реально Для меня Расскажи Мне все не понравилось Ну не то чтобы Все не понравилось Просто я В процессе жизни В Германии Страю Ну причем У меня выпал Тот возраст Достаточно сложный В 13 лет Я туда переезжаю Подростковая Вот эта вся движуха Новая страна Школа И язык И вот это вот все Я нахожу То чем хочу Заниматься Я начал заниматься Дизайном То есть я художник То есть рисую С детства И начал заниматься Дизайном Че-то в компьютере Рисовать И туда-сюда И я хотел в этом Развиваться А мне говорили Иди работать на завод Немцы? Да Немцы или родители там? Ну Немцы Ну то что Школу В школе плохо Учился Из-за языка Все достаточно Так сложно было И не особо интересно Все было И начал я делать Что-то по дизайну И мне начали Всякие обложки Для музыкантов Рисовал афиши И мне из Москвы Стали приходить заказы И так пару лет Я рос там Занимался Занимался И у меня уже знакомые Стали появляться В Москве Я пару раз Проезжал И вот я вот там В 20 лет Сказал мама Все Я наверное Длинную историю Сделать короткой Вот Опель Астра 99 года Ты принимаешь решение Ну все Хорош Надо его продавать Какая сумма Вообще Плюс-минус У тебя на руках Была для того Чтобы покупать Следующий автомобиль Ну у меня было Накоплено 600 тысяч Где-то Я понимаю Что автомобиль Я где-то продам 200-250 Плюс Где-то так Вот Условно Там миллион У меня будет То есть я Начал смотреть Что-то Выбирать Мы ездили Долго То есть вот Прям Из всей Вот этой Легендарной Тройки И Пола И Рио И Солярис Все смотрели Ну как бы Что-то Хотел что-то От состояния И от цен Правильно? Ну да Десятилетние Солярисы По миллиону Торгуются Да Офигеть Слушай Вот у тебя Плюс-минус миллион А остальную сумму? Ну Я взял в долг И 300 тысяч Я взял в кредит И джета смотрел Даже думал Возможно Там Октавию Взять что-то Там Два Взять кредита Побольше Но машину Получше Чуть-чуть Все равно Всегда хочется Да Ну конечно Полтора есть Да Ты еще 300 Еще можешь Получше И она Вот так вот Тянется Тянется И ты такой Возможно Куда я Ну то есть Я в машинах Не особо понимаю Да И нужно было Выбирать Подборщика А если они делают Подбор То цены там Выше Намного Чтобы дать гарантию И тому подобное Чтобы А все равно То есть Хотелось взять Уже автомобиль Ну 3-5 лет Чтобы Голову Абсолютно Не делал Мы начали Ездить по салонам Смотреть Китайские Все автомобили То есть И То есть И Миллион в кредит Взять На 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 Ты Что-то Около 75 Тысяч Мне Считали В месяц Выплачиваете Плюс Переплата Просто Огромная И Блин Я Ездил В каршелинде На всех Китайских Автомобилях Вот Все что у нас Есть То есть Не особо Мне что-то Понравилось То есть Это Был Очень Сильный Компромисс Так же Как И Взять За эти Деньги По Полик Условный За полтора Можно взять Достаточно Неплохую Который Не будет Делать Мозги И Ну Хочется Полтора Ну и полтора Это тоже Да И В этом Деньги Да То есть Их нужно Заработать Тебе сегодня Сколько лет 33 33 года Я тебе Хочу Реально сказать Огромное спасибо Что ты приехал Потому что Друзья Вы сами Просите Зачастую Покажи Что-то Там Более Менее Доступное Ну вот Человек Вам прямо Пересказывает Реально Хорошая История Жизненная Вот Пола Смотрел Солярис Вот То что Есть На рынке Серия Так сказать Первый Шаг Потому что Ниже Это уже Там Машины Вообще Будут Убитые Гранты Сегодня Новые Миллион Веста Там Полтора Два Цена Космос Таким Образом Рассматривал Ты В первую Очередь Седаны Но У тебя Сейчас Во владении Минивэн Как Ты Его Нашел И Как Ты Вообще Прям Действительно Принял Решение Что Все Надо Его Смотреть И Надо Эту Машину Брать Ну На Ютубе Стали Появляться Видосики Что Вот Есть Правый Руль Туда Сюда А я Из Сибири У нас Как Бы Эта Вся Движуха У меня У отца Было В моем Детстве Штуки Три Наверное Праворуких А то И больше И Минивэн Он Из Ничего Так Прикольно Мне Понравилось То есть Эстетика Такая Чисто Японская Знаешь Она Очень Своеобразная Я Супруге Показываю Классная Тачка На Маршрутке Будем Типа Гонять Ну Вот И Очень Сильно Понравилось То есть Она Небольшая С виду А внутри Ты Садишься Думаешь Нифига Себе Слушай Ну Это Хорошо Но Ты Какие Читал Пытался Копать Глубже Серии Какие Минусы У машины На Что По Ней Жалуются С точки Зрения Поломок Я Конечно Понимаю Что Вообще В целом Знаешь Это Хонда Это Правый Руль Это Чистокровная Японка Ты Что Несешь Белобрысый Дурак Какие Поломки Это Не Ломается Никогда Масло Меняй Все Хорошо Будет Но Тем Не Менее Вообще Существуют У нее Какие Болячки Там Как раз Покрытие У нее Фиговое Все Жалуются Что У Хонды Оно Тоненькое Кстати Как я Мог Забыть Обычно Люди Перематывают Рекламу Когда Что-то Начинается Реклама И Как вам Такое Смотри 3 2 1 Корсис Прибор Толщиномер Специально Разработан Для того Чтобы Проверить Толщину Автомобиля Я Говорю Быстро Ссылка В описании Вы уже Информацию Получили Поэтому Все Перематывает Смысла Нет Но По-живому Приборчика Мы сейчас Тыкнем Прямо При тебе Ты говоришь То, что Подборщики У тебя ездили Правильно Смотрели Автомобиль Полностью Слушай Ну Лакокрасочное Покрытие Я тебе Так скажу Стандартное Здесь Прямо Я бы не сказал Что-то Что-то Такое Вау Везде Идет В среднем 100-120 Микрон Ну Как минимум То, что Я прям Рандомно Тыкаю Пожалуйста Я встречал Автомобили У которых Например Лакокрасочное Покрытие 60-80 Вот это Прямо Уже Мало В данном Ключе Все Исправно Реально Крутой Прибор Вот те Кто Интересуется Покупкой Автомобиля Хотят Приобрести Ребята Он ждет Вас Действительно В описании Проверенная На него Пожизненная Гарантия Разработана Нашими Ребятами В Омске Доставка По всей В стране Все, что Нам нужно Это Тыкнуть По ссылочке Почитать Про него Больше Подробностей И заказать Его С доставкой На дом А мы Продолжаем Робот У тебя Роботизированная Коробка Передач Плохая Сломается Фигня Полная Я привыкал К ней Было Своеобразное Дергается Да Поначалу Мне нужно Было К нему Привыкнуть И ему Кому Мне нужно Было Привыкнуть Около Трех Месяцев Мы Паникирали С друг 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 И сейчас В принципе Адекватно То есть Я еду Нету Толков Но в целом Самый ключевой Момент Ты когда читал Есть ли те Кто говорят У меня Сломался На таком То пробеге Мотор Гибрид Ненадежный Плохо Запчасти Найти Что то такое Чего у нас Больше всего Люди Я состою В чате Вот Читаю Смотрю У кого то Бывают Да То есть Какие то Проблемы Что то там Отваливается Что то еще Что то Ну каких то Вот прям Серьезных Поломок Ну я не считывал Сейчас за чатом Становится Следить практически Невозможно Когда я ее покупал В нем было 1200 человек Сейчас уже 2200 Х2 Да То есть Потихонечку Люди прибавляются То есть в день Там по полторы Тысячи сообщений И следить за этим Невозможно При этом друзья Если вы зайдете На доски Объявлений Вот в данный момент Я буквально Вчера посмотрел Там Ну я сейчас вам Выведу даже Точные цифры Продаются Именно из наличия Ну и конечно же Огромное количество Людей вам С удовольствием Привезут эти тачки Потому что Владивосток Япония рядом Притащить это все В моменте Одно скажи Что из Владивостока В Москву 8000 км Ну как правило Люди заказывают Доставки Да заплатить Но автомобиль Будет возле вашего дома Точно так же Как и сделал ты Ты не заказывал Автомобиль Ты нашел его В наличии Сегодня владельцы Китайских машин Скажут Братан Это что такое Это где ты его нашел Это что Ну посмотри Ни хрена По сути нету При условии того Что ты еще Так сказать Подкупил все-таки Чуть-чуть Души китайской Вот у тебя стоит Планшет Естественно На андроиде Но тем не менее Он какую-то Современность задает Если мы посмотрим На приборную панель То она такая Своеобразная Необходимый базис Есть Вот что есть такое Что ты прямо Здесь скажешь Во смотри Мне безумно Понравилась Эта приборная панель Ну она вот Добавляет Какой-то Японской Какой-то Атмосферы Такой Особенно Там ты Будешь Там знаешь Выключить Эти Штуки Она такая Предупреждает Да По-японски Типа Знаешь Ну это Какая-то Ты что Больше любишь Суши Или Саши Какие-то Вот эти Мои моменты Знаешь Это Пластик Но он Нормальный У них есть Разные Оттенки То есть Есть Белый Еще В трех По-моему Вариантов И Очень Понравился Именно Я Хотел Темное Под дерево Чтобы он Был Выглядит Круто Вот Вот Эта Вот Штука Как В газели У тебя Как раз Жена Говорила Машрут Для документов Для документов То есть Все Как и все У тебя Здесь Нигде Не Не Распихано То есть Еще Что Всякие Подстаканчики Вот Столик Ты В Макдак Заехал Картошечку Положил Сиди И Поскакал Да И Главное Еще Да Вот Я Тоже Отметил Что Руль Сама Вот По себе Кожа Прям Хорош Просто Пипец Сказать Змеиная Кожа Анаконды Ну Реально Вот Здесь Ключевой Смысл Что Это Реально Тач Как я Уже Сказал Именно Надежная И Практичная Вот Все Даже Эти Вставки Пластиковые Они Так Сделаны Что Ну Посмотрите Машина 2019 Года А А здесь При этом Ты не увидишь Особо Каких-то Царапок То есть Там Сам По себе Салон Сделан Так Что Ты можешь В нем Перемещаться Действительно Удобно Конечно Здесь Не прям Вау Место То есть Я здесь Не развалюсь На дальнее расстояние Не придется Там сильно Откидываться Назад Ну Здесь Ковер Сейчас Просто Мешает Ну Вот Как-то Сесть Вот Так Вот И поехать Ну Норм В целом Естественно Друзья Кто захочет Сказать Что А вот Народ Голосует Рублем Было бы У тебя 5 миллионов 10 15 20 Это уже Совсем Другая История Мы Так Сказать Отталкиваемся От Реалий Сзади Вообще Хоть Кто-то У вас Ездит Ну Я Когда Покупал Только Один раз Собака Иногда Гоняет Ну А вот Родители Родители Отвозим Да Иногда Что Вообще Говорят Те Кто Сзади Садятся Норм Места Хватает Офигенно И при этом У тебя Салон Полностью Трансформируется Ты же можешь Здесь Ровно Жить К чему-то Придраться За годы Использования За годы За эти 5 тысяч Пробега К автомобилю Можешь Шумоизоляции Тут абсолютно Нету Никакой Ну По подвеске В целом Когда неровности Отлично Отлично Я прям Дико Кайфую Я Увел Иногда Ты думаешь А что дальше Типа Я не знаю Как без капитанских Сидений Мы будем Ну да Реально Крутофишка Ты сел Короче Поехал Даже Закрыли тебя Да Припарковался Кто-то Близко Ты не можешь Выйти Хоп Перелез Дверь Отъехала Вылез То есть Дети Когда будут Дети Дверь не берут Дети вообще Детям В таких Машинах Это Красота Потому что Ступенька Она как раз Так низко В принципе Сделана В силу того Что клиренс Невысокий Но для ребенка Да вы посмотрите Это вообще Офигенно То есть Залазить спокойно Будет Подножка Высокая И она как раз Сделана так Чтобы не Скользила Поэтому в этом плане Друзья Вот Я знаешь Единственный минус Который в ней Вот прямо сейчас вижу Вот конечно Хотелось бы Чтобы она чуть пошире была То есть Она маленько Все-таки узковата Чуть ее хотя бы Расширить Было бы вообще Шикарно Ну это вот Это есть Следующий Степвагон Который есть Ну прям тоже Огромная Маршрутка Вот там уже У тебя А ну это у них Следующая модель Вот степвагон Это как старший брат Когда на дороге Встречаемся Так чук-чук Здорово А ничего Или как там Не знаешь Надо уже выучить Вот короче В этом плане Да Как у любого Автопроизводителя Тем более Вы знаете Что рынок Японских автомобилей Он очень широк По ассортименту И здесь Прям все идет По нишам То есть Условно Есть у человека Ну давайте Я так сейчас Грубо буду говорить 500 тысяч рублей Тебе предлагают Первый шаг У тебя появилось 750 тысяч рублей Тебе предлагают Второй шаг Он будет Чуть лучше Чуть больше И вот так По нарастающей По нарастающей По нарастающей Чтобы ты мог Прийти с любой суммой И тебе на любой Кошелек Могли предложить Что-то Поэтому В этом плане У японцев Конечно Круто Что выбор Есть огромный Итак друзья Мы сейчас Будем отправляться На тест-драйв И первый минус Который нас встречает В автомобиле В силу того Что руль расположен С правой стороны Соответственно Когда ты заезжаешь На подобную историю Где тебе нужно Брать талончик Соответственно Не совсем привычно Ну опять же Когда садишься За правый руль Первым делом Что ты делаешь Ты поворачиваешь Дворниками Потому что По привычке Рука левая идет сюда А управление Джойстик у нас С правой стороны Далее Ну приборка Про которую ты говорил Ну реально читается Просто сейчас Солнце так перебивает Но вот вживую В машине Все очень хорошо Видно Опять же Характерные особенности Гибрида Когда мы едем медленно Есть характерный звук Специально это сделано Для безопасности Чтобы пешеходы Тебя слышали Собственно все Мы с вами Отправляемся На тест драйв Есть особенности Как нужно трогаться И поехали Друзья Сейчас будет весело Экипаж Так сказать Немного волнуется Потому что Мы и снимаем И рулим Но Так сказать Мы с опытом Будем ехать Потихонечку Как правило Всегда самое главное Это потихонечку И тогда все будет хорошо Сколько времени Говоришь тебе потребовалось На то Чтобы привыкнуть Вот к этому Правому рулю Три недели Где-то И потом уже все Как в воде Да Уже потом Все равно было Хоть справа Хоть слева Я сейчас как раз Повернул Этими дворниками Прям вот Как копирка На самом деле По факту Поездить на автомобиле День-два-три Активно Ты действительно К нему быстро привыкнешь Но в целом 60-70-70-80 Будет уже привет А на скорости Свыше 100 Офигеть Вот даже после Опеля 99-го года Сильно да Прям бросилось В глаза Не Он тоже был Очень Шумный Прям максимально Я даже Когда здесь Именно Зимой Поехал Шипы одел Я на МКАД Выехал И офигел От этого Гула Летом Более-менее Прям нормально На летней резине Хорошая Он Потерпимый Еще А вот На шипах Кошмар С точки зрения Управления На таких Более высоких Скоростях Когда перестраиваешься Как машина Вообще Она стоит Как Она стоит Прям Как Вкопанная Просто Многие Говорят Ну Про парусность На То что Ну Он такой Микроавтобусик Все равно Многие Говорят Про парусность То что Она У кого-то Присутствует Если ты едешь Прям Очень Быстро На высоких Скоростях Друзья В силу того Что колеса Подчеркиваю Небольшие Но реально Машина Очень плавно Идет Все вот эти Неровности Которые мы Проезжаем Я не просто Так выбираю Один и тот же Маршрут Просто в таком Ключе Всегда у тебя Появляется Какое-то Сравнение Здесь мы На разных Машинах Ехали Когда ты Передвигаешь С этим Автомобиль Ну действительно Прям Такая машина Знаете как Она не вызывает Эмоций Уж тем более Она не подбивает На агрессивную Езду Ну вот она И реально Ты сел Вот этот Подлокотник Ну просто Мое почтение Как говорят Другие блогеры Оп Опять Я повернул Этим Как его Дворником Но действительно В машине Сидеть Очень удобно Если бы Я не держал Камеру У вас бы Не было бы Второго вида Но тогда Я бы Поворачивал Правильно Так Ну и Спокойненько Мы с вами Входим В поток В силу Того Что Дорога Позволяет Давайте Маленечко Газку А Ну Идет Я думаю По ощущениям Разгон 0100 Что-нибудь В районе 12 секунд Ну вот Плюс-минус Эта машина Доставит тебя Из пункта А В пункт Б Тебя Весь твой Товар Продукцию И что бы ты Не вез В том числе Твою семью В комфорте Что скажешь Да Да Сто процентов Вот клиренс Конечно У нее Друзья Ну реально Низкий Но тем не менее Зиму Ты уже Покатал Тем более Зима У нас Снежная Вот в частности Эта была И ты живешь В районе Матищ Да Как там у вас Два рыжих Наверняка Грязные Жестко Ну и что Ну проездил Нормально То есть Иногда Слышишь Днище Да Ну ничего Да А так нормально Без проблем То есть Каких-то Мы никуда особо Там В леса Не уезжали Чтобы где-то Это А по дворам Вполне себе Для города Тем более у тебя Привус здесь Передний Все-таки Задний Это чуть-чуть Отдельная история Но с передним Вообще без проблем Что водите В багажнике Вообще Как он Нужен Тебе не нужен Пригождается Нужен Мы Один Тоже Из основных Таких Аргументов Был Что огромный Багажник Двухъярусный Но на первом Ярусе Можешь всякую Фигню Складывать А на втором Мы художники Мы возим Много всего С собой То есть Холсты То есть Мы Пишем природу Рисуем Природу Выезжаем То есть У нас Много всего Краски И еда И Что было Тоже Очень Классный Аргумент Что мы Будем На ней Выезжать Куда-то На природу Столик Положил Дождь Пошел Крыша У тебя Над головой Есть А ты Не стал Покупать Сейчас Такие Различные Аксессуары Когда ты Например Можешь Делать Как палатка Я рассматриваю Я сижу На озоне Я сижу На озоне Смотрю Выбираю И мы Планируем Этим Летом Испробовать Его Классно Мы Когда Сели Панорама Грубая Ты привык У тебя Чуть-чуть А тут Ты Как В маршрутке Действительно Обзорность Высокая Знаешь Я бы сказал Не то Что Маршрутка Напоминает Каких-нибудь Французов У них Есть Такое Много Слушай Вопрос Который Мы Самое главное Не обсудили А нахрена Нужно Было Брать Правый Руль Когда Можно Было Пойти Взять Китайца Нового Салона В эти деньги Вот Миллион Шестьсот Шестьдесят Ну Чуть Поднапрячься Ну Черри Тига Четыре Проходной Вариант Я Ездили Ну Я На них Поездил На Каршеринге И Понял Что Это Был бы Жесткий Компромисс Для меня То есть Это Была Бо Не Та Машина Которую Мы Любили Очень Сильные Были бы К ней Привязаны Это Был бы Компромисс Причем Компромисс В кредит Который Пришлось Быть Тянуть То есть А тут Как бы Машина Действительно По такой Любви Она Нас Очень Очаровала И Мы Даже Не Рассматривали То есть И По Управляемости Она Мне Нравится Намного Больше Я На Джулионе Когда В Каршенде Ездил Я Больше Восьмидесяти Когда Разгонялся Мне Страшновато Как будто Не Такая Устойчивая Чуть Чуть Когда Ты Купил Автомобиль Друзья Соседи Кто-то Выходил Спрашивал Опа Игоря А это Что такое У нас Появилось Возле Дома Расскажи Ко Презентуй Какой Вообще В твоем Кругу Отзыв По Машине Только Родители Жены Были Достаточно В шоке Типа Ничего С ума Сошли Чего Тут Покупать Типа Соб Потому Правый Руль Ну Конечно Москва Это Специфическая Это Прям На Любителя На Любителя Но Когда Ты Попробуешь То есть Ты Потом Уже Очень Сложно А вот Расскажи Ты купил Машину Миллион Шестьсот Шестьдесят Что-то Ты с ней Делал После Этого Знаешь У нас Обычно Начинается Масла Поменять Техническое Обслуживание Сколько Тебе Стоило Можем Посмотреть Детали Это Очень Важно Потому Смотрите Машина Изначально Стоила Один Миллион Семьсот Пятьдесят Тысяч Рублей Когда Вы Ее Нашли На Досках Объявления Когда Вы Приехали Соответственно Был Торг На Месте У Капота Как Положено Миллион Семьсот Вам Человек Который Привез Заработать Он Уже Был Готов Пятьдесят Тысяч Скинуть Далее Подборщик Чики Эта машина Не битая Не утопленник И прочее Торг Уместен Везде Забираешь Автомобиль И вот У нас Есть замечательная Бумага Это К слову О том Сколько Стоит Содержать Японцев Правый Руль Значит Что Было Сделано Замена Масла В двигателе Фильтр Масляный Фильтр Воздушный Фильтр Салона Замена Масла В коробке Адаптация И тормозная Жидкость Вот Все Это 6500 рублей Есть Есть Это Заработы Заработы Подчеркиваю Сам материал Фильтр Масляный Терпыр 8 дыры Тормозная Жидкость 9340 Итого Ну Пятнашка 15000 И сделано Не просто ТО А такое Глубокое Хорошее ТО Далее По факту Тебе Колодки Менять Когда-то Свечи Ну В общем Друзья Все это Стоит Подъемных Денег Да Антикор Я еще Сделал Вот Планы По машине Как думаешь Сколько Побегает Походит Есть Смысл Там Стремиться Через год Продать Или Пока Машина Зашла Да Я безумно Мы ей Довольны Прям Безумно Мы ее Очень Любим Ценим И года Три Я думаю Мы Точно Будем Ездить И радоваться Друзья Ну Это Намечается Драка Драка Владельцев Китайцев И дальневосточников Потому что Если сказать Что правый руль Это хрень Дальневосточники Ну я уж извините За грубое слово Но оно матерное Пиздов Такое слово есть Тут Сразу в комментариях Объясняют Что ничего ты не понимаешь И рот лучше Соня открывай В тот же момент Сейчас Владельцы новых Китайцев Скажут То есть вот это Вот с таким рулем Пятилетняя Хорошая А Джулион Тибери Там Черетига И прочее Нехорошая А что еще В китайцах Не понравилось Ну Вонючие салоны Ага Вот Не понравилось Как пахнет Кожа Резина Я не знаю Что это Ну на самом деле Каждый выбирает То что Ему Близко Не нужно Если есть сомнения То нужно съездить И посмотреть То есть мы так и сделали То есть мы Вы Выбрали автомобили Сначала Даже без подборщика Я созвонился С человеком Который их привозит сюда И мы съездили Просто посмотреть И прокатиться Каково Это Вот мы И съездили И влюбились Когда жена Села на пассажирской Ты там На обгон Выходишь И такой А? А? Она что говорила Страшно поначалу было? Ну Поначалу Да Конечно Это было Одно из самых Главных аргументов Типа А что по безопасности Типа Как мы будем Что Я говорю Да мы же с тобой Не гоняем Ну то есть Потихонечку Как-нибудь Как-нибудь Как там Свободно Не свободно Может Не Такой знаешь За фуры Снег летит Дождь Свобода Да Нет Нет Да Ну прикол Да Вот Ну Как бы Мы За В то время Сколько я ее владею Мы Один раз Всего на трассу Выезжали В Ярославль Мы ездили Остальное время Все по Москве И Московской Области И В Москве И Московской Области Вообще Абсолютно Наплевать Где у тебя Руль Находится То есть Вообще Все равно Вот сейчас Мы поедем В Московскую Область На Майсли В деревню Там Посмотрим Но Мы не гоняем То есть Мне 90-100 Это вот Прям нормально То есть Я Комфортно Себя Ощущаю Друзья Здесь Как говорится Не добавить Не убавить По автомобилю Как мне кажется Через видео Через экран Мы вам передали Абсолютно Всю атмосферу Это вот Два ключевых слова Которые вам нужно Держать в голове Надежность И практичность Единственный Самый жирный Минус Этого автомобиля Для нашего региона Вообще В целом Для нашей страны Когда мы не говорим Про Дальний Восток Это правый руль Кто бы как Из владельцев Правого руля Их не защищал Не говорил Что да нет Какой-то минус Ну это факт Я делал уже Неоднократно Опросы Когда людям Сдаешь вопрос Что бы вы купили Правый руль Или левый Ну естественно 95% Говорит Что там Левый Правый руль Берут в первую очередь Из-за цены В силу того Что эти автомобили Доступнее При визиты Такую же Хонду Вот если бы делали Японцы На импорт На экспорт Эти автомобили С левым рулем Да она была бы Не миллион шестьсот шестьдесят А как бы Не два шестьсот шестьдесят И по такой цене Уже сразу Было бы Совсем другое Отношение К автомобилю Типа Ну совсем других денег Стоит А здесь как бы Цена доступная Опять же вторичка Это дело отдельно Надо все смотреть Проверять Ну полтора-два миллиона Машина из наличия Пожалуйста Приезжай Трогай Там проверяй Смотри Поэтому тем Кто не хочет Себе брать Китайца Тем кто готов На вторичку Я смело могу Рекомендовать Как минимум Обратить внимание На эти автомобили Понравится Хорошо Не понравится Ну никто вас Не заставляет Их покупать Берите что хотите Выборы делать Выводы делать Только вам Я вам задал В самом начале вопрос Что купить За полтора-два миллиона Рублей Как и говорил В самом начале Дал вам Живой вариант Ответа Моего И того Что купил человек Выводы Делать только вам Ваше мнение Пишите в комментарии Не забывайте Что в описании Вас ждет спонсор Выпуска И ссылочка На телеграм-канала Не добавить Не убавить До новых встреч Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...